Гео-2017. Для девятиклассников страны наступила экзаменационная пора. Сегодня единый день сдачи иностранных языков. В республике этот необязательный предмет выбрали более 600 учеников. Ребята сдавали экзамены в 12 пунктах проведения. В одном из них побывали мои коллеги. Попасть в одну аудиторию со своим одноклассником хочет каждый. Так сдавать экзамен кажется немного легче. В списках почти 90 учеников из четырех чебоксарских школ. Все они выбрали английский язык. Это быстро поняла и наша съемочная группа. Скажи, пожалуйста, как ты к экзамену готовил? Повторял темы, учил грамматику, лексику, монологи. Вопросы отвечал с родителями. 12 часов спал, а остальные 12 повторял экзамены. Готовился. Как оцениваете свои знания сегодня? Четвертая гимназия, все напишут нормально. Я думаю, что первый экзамен сдаешь и все будет потом гораздо проще. Шпаргалки есть? Ну, мы все сами готовим. Куда запрятал шпаргалки? А это я не скажу. Поддержать девятиклассников приехал и глава республики Михаил Игнатьев. Чего переживаете-то? За столько лет учебы набрали столько всего и практики, и ума, и знаний. Надо быть уверенным. А поводов для волнения школьников в этом году стало больше. Меры безопасности такие же, как и на ЕГЭ. Всех проверяют металлодетектором. Что-то еще. Я не знаю. Экзаменационные задания печатают прямо в аудитории. При видеонаблюдении идет распечатка материалов. Сразу складывают операторы сначала на первой парте, проверяют и потом только раздают. Видеонаблюдение – тоже новшество. Потом записи отправляют в Центр новых образовательных технологий, где специалисты все внимательно изучают. Так что списать незаметно вряд ли удастся. Экзамен по английскому языку не из простых. Он состоит из двух частей – письменной и устной. Выполнить их нужно всего за два часа. И что бы там ни говорил прогноз погоды – июнь для чебоксарских девятиклассников будет действительно жарким месяцем. За несколько недель им предстоит показать свои знания по четырем предметам. Русский и математика обязательно, и еще два по выбору. Татьяна Леонтьева, Андрей Шоклев, Республика.